Здравствуйте, уважаемые старшеклассники! Я рада вас приветствовать вновь на уроке подготовки к ЕГЭ по обществознанию. И сегодня я предлагаю также разобрать задание первой части. Это задание номер 12. Задание номер 12 базового уровня в случае правильного выполнения принесет вам 1 балл. Несмотря на то, что задание однобальное, но бывает у ребят вызывает трудности, определенные трудности. Хотя выполнение данного задания абсолютно нетрудное. И сейчас мы посмотрим технологии выполнения данного задания, где я вам дам советы, как же легче справиться с 12 заданием. 12 задание проверяет у вас умение осуществлять поиск социальной информации, так же, как и 10 задание из различных знаковых систем. Если в 10 задании у нас был представлен график, то в 12 задании у нас всегда будет представлена диаграмма. Содержание данного задания может быть абсолютно различным. Оно нестабильное, нестатичное по содержанию. То есть содержание может быть как и по правовой сфере, как и по социальной сфере, как и по экономической сфере. И в данном задании, данное задание всегда будет начинаться по форме, оно будет одинаковым. Начинаться примерно словами в ходе социологического опроса. Респондентам задавали вопрос, было предложено ответить на вопрос. Дан какой-то вопрос и данные представлены в диаграмме. К этой диаграмме мы должны подобрать из списка вариантов ответа выводы, которые подходят нам под диаграмму. Выводов может быть 2, 3, может быть 4. Всего вариантов ответа 5. Давайте же прочитаем задание сначала и потом попробуем его решить. Итак, в ходе социологического опроса 23-летних работающих юношей и девушек страны Z им задавали вопрос, зачем вы работаете, какова ваша трудовая мотивация. Полученные результаты в процентах от числа опрошенных были представлены в виде диаграммы. Далее нам дана сама диаграмма, даны столбцы, представлены процентные соотношения, варианты ответов, имеющиеся при опросе, и далее даны список выводов. Итак, на что следует обратить внимание? Мы получили информацию, мы получили задание, на что нам следует обратить внимание для выполнения данного задания. Первое, что я рекомендую, обратить внимание на заданный вопрос респондентам. То есть о чем был вопрос, нам нужно это учитывать. Какой нам задали вопрос, зачем вы работаете, какова ваша трудовая мотивация. То есть нужно отталкиваться при решении задания в первую очередь от вопроса, заданного в ходе социологического опроса. Второе, что мы должны учитывать, это группы, которые представлены на диаграмме. В данном задании у нас даны две группы, юноши и девушки. И третье, на что следует обратить внимание, это на вертикальную ось. Посмотрите, не всегда вертикальная ось может быть 100%. Например, в данном случае у нас дано всего 50%, что представляет из себя половину. То есть не всегда в вертикальной оси может быть дано максимальное значение. Итак, давайте обратимся к списку ответов и попробуем выбрать те цифры, которые нам подходят в диаграмме. Так, прочитаем первый ответ. Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное благополучие себе и своей семье. Половина юношей. Смотрим ответ. Смотрим на группу юношей. И какой же, какой столбик у нас отражает обеспечение материального благополучия себе и своей семье. Вот у нас с диагональной штриховкой. Я работаю для того, чтобы обеспечить материальное благополучие себе и своей семье. Итак, мы смотрим. Половина юношей работает у нас. У нас указано. Да, действительно, юношей половина 50%. Столбик доходит до 50%. Данный столбик совпадает. Данный ответ нам подходит. Мы его берем. Мы его берем. Второй ответ. Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореализации и с возможностью путешествий, общения с разными людьми равны. Так, смотрим на девушек. Теперь смотрим на девушек. И определяем, где же у них, какие столбики показывает. Значит, трудовая мотивация с потребностью в самореализации. Это у нас темненький столбик черного цвета, в котором указана, мне нужна самореализация. Мы берем столбик темного цвета, черного цвета. И смотрим на второй столбик с возможностью путешествия и общения с разными людьми. Так, путешествия. Вот, это у нас столбик, который представлен с обрывстой штриховкой. Значит, меня привлекает возможность путешествия, общения с разными людьми. И у нас сказано в варианте ответа, что доли девушек, указывающие самореализацию и путешествия, они равны. Да, действительно, на диаграмме эти два столбика абсолютно равны, поэтому этот ответ тоже нам подходит. Третий вариант ответа – доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, среди девушек больше, чем среди юношей. Теперь нам нужно учитывать две группы и сравнивать между юношами и девушками. Еще раз посмотрим. Доля тех, кто работает, потому что им интересно. Им интересно – это у нас серые столбики, серые столбики. Так, доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, среди девушек больше, чем среди юношей. И смотрим, серый столбик действительно среди девушек выше, чем среди юношей. Поэтому этот ответ тоже нам подходит. Мы его тоже берем. Остались два варианта. Четвёртый вариант ответа. Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице. Так, где же у нас ответ, связанный с карьерой? Так, с вертикальной штриховкой, ответ с вертикальной штриховкой, я прилагаю усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице. У нас сказано в предполагаемом ответе, что равные доли опрошенных каждой группы, то есть и юноши, и девушки, одинаково прилагают усилия, чтобы подняться по карьерной лестнице. Сказано, что эти доли равны. Но мы смотрим на диаграмму и видим, что по диаграмме доли с вертикальной полоской не равны. Соответственно, это задание, этот вариант ответа нам не подходит. Этот вариант не подходит, мы его не берём. И проверяем последний вариант ответа. Обязательно нужно проверить каждый вариант ответа, даже можно несколько раз. Пятый вариант ответа. Большая доля юношей по сравнению с девушками работает, потому что их работа очень нужна обществу. Так, это у нас последний столбик. Последний столбик в клеточку, где указано, что моя работа очень нужна обществу. И сказано в ответе, что доля юношей больше, нежели чем у девушек в этом столбике. Но мы смотрим на диаграмму и видим, что данный столбик у юношей и у девушек одинаков. То есть этот ответ нам не подходит, он не отражает верность высказываний, верность выводов, приведённых в диаграмме. Вот таким простым способом, с такими простыми советами, рекомендациями мы можем решить 12-е задание, что тоже, надеюсь, поможет вам справиться в дальнейшем с заданиями. Желаем вам успеха. Будьте внимательны и уверены на экзамене. Продолжение следует...